Соперник Ну и конечно же мы будем все делать, возможно, чтобы быстрее из этой ямы вылезти. Надо просто время потренироваться, немножко отдохнуть. Я надеюсь, что у нас сейчас будет 3-4 дня, когда мы сможем немножко себя привести в порядок. Это связано с тем, что просто не хватает физических кондиций у того же Маркуса Нилисона. Я еще раз повторяю, у нас нет равноценной замены, к сожалению. Андрей Колесник, выходя, тоже нам особо не помогает. Будем работать над этим. И разница в счете, потому что команда перестала держать игру. Как вы помните, в начале чемпионата таких моментов не было. Сейчас определенный провал физического состояния. Нам составлен календарь так, что мы практически самая дальняя команда, самая восточная команда, мы безостановочно куда-то едем. Мы едем, буквально съездили в Уфу, тут же в Уренгое, 4 часа до Москвы, 3,5 до Уренгоя. Вы знаете, это непросто. Тем более у нас команда, в принципе, среди возраста шестерки, 32 года. Поэтому не всегда все легко дается. И этого спада, наверное, было тяжело избежать. Конечно, не хотели его. Думали, что это будет где-то позже. Но, видите, получилось так, как получилось. Наверное, и болезни, как раз по которой я говорю, они этому способствовали. Сейчас будем стараться управлять ситуацию. Ну, хочется отметить тоже хорошую игру команды Кузбасса. Но, конечно, мы сегодня проявили чисто мужской характер и на нервах вытащили эту очень сложную игру. Не надо забывать, что это была игра, конечно, дерби. Две команды находятся рядом, как говорится, плечо к плечу. Уровень команд достаточно высокий. Но на сегодняшний день, конечно, качество подачи у нас было немножко выше. И, конечно, характер мы проявили более бойцовский. Почему вы проиграли вторую партию? Ну, наверное, где-то расслабились, потому что счет был 17-12. Конечно, это, ну, всегда есть где-то. Команда хотела выдохнуть. И вот этот выдох затянулся. А потом, ну, чисто по-спортивному, как говорится, ты не заканчиваешь, тебя бьют. Субтитры создавал DimaTorzok